Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня готовим один очень интересный сырок, такого мы еще не делали. Сыр Сен-Мор из французской долины Лауры, названный по названию общины Сен-Мор и изготавливается в этой общине, начиная с 9 века. То есть сыр достаточно с такой, так сказать, длинной историей. И необычен он тем, что он имеет совершенно необычную форму. Этот сыр изготавливается в форме полена, ну вот я бы сказал в форме колбасы. В общем, я немножко помудрил и сделал специальные формы для этого сыра. Сейчас вам расскажу вкратце. Вы тоже можете сделать такие формы, потому что такие сыры мы будем готовить еще в форме полена. Как минимум три французских сыра мы приготовим. Форма сделана из 50 трубы. Я ее нарезал по длине 30 сантиметров и насырлил отверстие диаметром полтора миллиметра. Четыре ряда отверстий. Получается вот такая вот форма. Так как сыр у нас должен присылаться вертикально, нам надо эти формы поставить вертикально. Они так очень неустойчивые. Я взял 110 трубу, еще отрезочек. Вот так вот она надевается сюда. И получается устойчивая конструкция, то есть устойчивые формы, в которых мы можем формировать сыры Сен-Мор. Это что касается формы. По определению сыр Сен-Мор это мягкий сыр, который вызревает в корочке из белой плесени, из смеси, вернее, двух культур плесневых, пенициллином кандидиум и геотрициум кандидиум. И также он обваливается в золе. В зависимости от срока своего вызревания сыр имеет либо гладкую маслянистую структуру, либо немножко такую текучую структуру. Но мы будем делать его в двух видах. Один у нас будет вызревать три недели. Мы его продегустируем, проведем отдельную дегустацию. Такой молодой Сен-Мор. И второй, чуть позже, сделаем дегустацию, когда Сен-Мор уже будет зрелый, со сроком созревания полтора месяца, когда он уже достигнет вот этой вот степени текучести. Готовим мы сегодня на сыроварне, произведенной компанией Спирт Колона. По нашим с Ларисой разработкам. Впредь все рецепты сыров будем готовить на этой сыроварне. Если у вас нет сыроварни, можете заменить ее обычной водяной баней, состоящей из двух кастрюль, большей и меньшей, и производить нагрев на газу. Большую кастрюлю наливаем водички, помещаем вовнутрь меньшую кастрюлю, так, чтобы донышко касалось поверхности воды. И всю эту конструкцию нагреваем на газу или на электроплитке, в ней уже нагреваем молоко непосредственно. Избегайте нагрева напрямую на источнике нагрева, то есть напрямую на плитке. Почему? Потому что мы вносим заквасочные культуры, это живые плесневые культуры, это живые организмы. Нижняя донышко кастрюли на газу нагревается до температуры больше 300 градусов, происходит пастеризация, все культуры гибнут и, соответственно, сыр у вас не получится. Несколько слов о сыроварне, прошу прощения. Сейчас занимаюсь разработкой пивоварни, поэтому пивоварня в голове. Сыроварню полностью мы с Ларисой разработали, сделали чертежи, изготовила ее украинская компания Спиртоколона. Сейчас она доступна для заказа в Украине. Ссылку на сыроварню и на обзор сыроварни я размещу в описании видео. При заказе через меня, то есть если вы хотите заказать эту сыроварню, можете заказать через меня, написал мне в личное сообщение, получите скидку 5%. Сама сыроварная полностью автоматическая, переходите, смотрите обзор. Еще немножко порекламируюсь. Я сделал автоматику камеры для того, чтобы любой из холодильников можно было превратить в считанные минуты в камеру для созрывания сыров и сыровяленых колбас. Тоже под этим видео найдете обзор этой автоматики. Я описываю, как ее сделать. Даю ссылки на контроллер, на, в общем, все детали, которые я использовал в процессе изготовления. Но если у кого-то, кому-то лень собирать, тоже можете со мной списаться. Я за скромную плату для вас эту автоматику изготовлю. Теперь давайте поговорим о сырье и ингредиентах. В первую очередь молоко, естественно. Мы сегодня варим из 10 литров молока. Молоко у нас фермерское. Мы его сейчас пастеризовали. Вообще для всех сыров с плесенью я рекомендую пастеризовать молоко, потому что плесневые культуры достаточно ранимые, нежные и флора, содержащаяся в молоке, может их подавить. Помимо этого, сыры с плесенью имеют очень тонкий вкус и аромат, и нам нежелательно содержание в этих сырах при вызревании каких-то других посторонних бактерий, которые могут крепко испортить нам вкус и качество сыра, и удовольствие. В общем, все пропадет. Поэтому молоко пастеризуем. Сыроварная наша работает как пастеризатор. Если у вас нет такой сырованный, доводите молоко до температуры 65 градусов, выдерживаете паузу 15 минут и охлаждаете до температуры 30 градусов. Можно использовать магазинное пастеризованное молоко. Нельзя использовать ультрапастеризованное молоко и молоко длительного хранения. Из ультрапастеризованного молока не сформируется хороший сгусток. Молоко длительного хранения напичкано антибиотиками и, соответственно, бактериальные культуры, которые мы будем вносить в это молоко, будет сразу же гибнуть, не будет развиваться, не будет подниматься кислотность молока, ну и в общем нас ожидает неудача. Помимо молока нам понадобятся некоторые ингредиенты. В первую очередь хлористый кальций, то есть я вот так вот буду рассказывать по мере того, как мы будем добавлять молоко. Хлористый кальций, используем 10% раствор порошкового хлористого кальция, также можно использовать аптечный 10% раствор хлористого кальция. Нормам несения в пастеризованное молоко 3-4 миллилитра раствора 10% раствора на 1 литр молока. То есть соответственно на 10 литров молока 30-40 миллилитров. Следующий ингредиент это у нас мезофильная закваска. Можем использовать любую мезофильную закваску, не газообразующую и не аромообразующую. Мы все ингредиенты используем от интернет-магазина сырок.com.ua. В интернет-магазине сырок.com.ua можно купить все ингредиенты по отдельности, а также можно купить наборы ингредиентов для приготовления того или иного сыра. Эти ингредиенты мы покупали по отдельности, но в частности этот сыр, ну в принципе мы пишем рецепты некоторые для интернет-магазина сырок.com.ua, и потом по нашим рецептам формируются наборы, то есть вы сможете через некоторое время купить уже готовый набор для приготовления сыра Сынмор, он будет доступен, как только появится на сайте интернет-магазина. Сейчас пока можно купить просто ингредиенты, также можно заказать отправку в Россию, но достаточно дорого получается, поэтому Россия, Казахстан, у вас есть куча интернет-магазинов, в России классный интернет-магазин Здоровеева, в котором можно покупать абсолютно все ингредиенты, а нормы, нормы внесения и текстовый рецепт сыра найдете в описании этого видео. Далее нам понадобится молокосвертывающий фермент, мы используем растительный фермент химозин в сухой форме, молокосвертывающий фермент в принципе можно использовать любой, любой, какой вам нравится, то есть можно использовать растительный, можно использовать животный, можно использовать синтетический, но я предпочитаю растительный. В частности это касается вегетарианцев, вот если вы вегетарианец вдруг и хотите вегетарианский сыр, но не веганский, вегетарианский, потому что сейчас начнут поправлять, вегетарианцы молоко не пьют, пьют вегетарианцы молоко, а вот веганы не пьют. В общем, опять я в дебри за леса своей болтологией, используем растительный молокосвертывающий фермент химозин. Две культуры плесени. Для этого сыра используется для созревания пенициллином кандидиум и геотрициум кандидиум. Тоже нормы внесения плесени найдете в описании. И зола. В интернет-магазинах, в частности в интернет-магазине Здоровеева, это российский интернет-магазин, напомню, продается зола специально для сыров, древесная. Мы в нашем случае используем перемолотый на кофемолке активированный уголь. То есть покупаем 20 упаковок активированного угля, сидим, лущим их, вынимаем из блистеров, получаем горку таблеток, эти таблетки в кофемолку перемололи и получили отличную золу для созревания сыра. Конечно, это немножко дороже, чем та зола, которая именно специально для созревания сыра, но в Украине у нас я золы нигде не находил, поэтому выходим. Есть несколько сыров, мы уже делали один сыр с золой, еще несколько у нас в планах, поэтому если планируете вот с нами вместе готовить сыры, то возьмите себе, так сказать, на вооружение. Итак, друзья, молоко мы пастеризовали, охладили до температуры 30 градусов, в первую очередь вносим раствор хлористого кальция. Был включен режим рукожоп, я все полил обильно хлористым кальцием, но ничего, эта штука не очень-то дорогая, не вредная. Я беру среднюю норму внесения, 35 мл, отправляю ее в молоко, там у нас работает автоматическая мешалка, она все это дело перемешает, я тут могу даже увеличить обороты. Если у вас нет мешалки, то отправляйте раствор хлористого кальция в молоко, хорошенько перемешивайте и даем ему 2-3 минуты, чтобы он стабилизировал молоко, в общем, чтобы молоко получило сыропригодность, так называемая, восстановился баланс кальция. Через 3 минуты вносим на поверхность молока, а попросту рассыпаем по поверхности молока нужное количество плесневой культуры и закваски. После того, как рассыпали, сразу же не перемешиваем, а даем регидратироваться культурам, то есть впитать влагу, потому что если начнем перемешивать сразу, они могут взяться комочками, и неравномерное распределение, неравномерно будет повышаться кислотность продукта, неравномерно начнут активироваться плесневые бактерии. Кстати, друзья, если вы сами пастеризуете молоко, перед пастеризацией обязательно процеживайте его через марлечку, потому что в молоке бывают сгусточки. Они сами по себе не страшны, небольшие вообще молочные сгусточки, кусочки пеночки, чем это нехорошо. Если его не процедить, то после внесения заквасочной культуры все колонии бактерий начинают разрастаться вокруг этих сгусточков, и, соответственно, тоже не происходит правильного повышения кислотности, то есть бактерии растут колониями, а не по всему объему молока. Рассыпали закваску по поверхности, оставляем на 2-3 минуты. После этого перемешиваем. Я перемешиваю своей волшебной мешалкой. Если нет мешалки, соответственно, перемешиваем хорошенько ложкой, движениями вверх-вниз, чтобы бактерии распределились по всему объему молока. Мешалку я выключаю. Накрываем молоко крышкой. Температуру поддерживаем 30 градусов. И оставляем его в покое, то есть не трогаем его в течение 30 минут. При поддерживаемой температуре 30 градусов будет повышаться кислотность молока, бактерии начнут развиваться, создавать колонии, размножаться и, соответственно, заквашивать молоко. Через полчаса внесем молокосвертывающий фермент. В какой бы форме у вас не был молокосвертывающий фермент, предварительно за 10-15 минут до внесения растворите его в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. То есть, если даже фермент в жидкой форме, все равно разбавьте его водой. Вносим фермент в молоко и перемешиваем. После этого мешалку я сниму, как только перемешается. Накроем молоко крышкой и оставляем на 24 часа. Желательно его оставить вот так вот в водяной бане. Сгусток будет формироваться при постепенном понижении температуры. То есть, оставляем при комнатной температуре. Желательно, чтобы температура была в среднем 20-22 градуса, вот не выше 22. И просто оставляем вгусток, он сам сформируется, а завтра, друзья, продолжим с ним, так сказать, работу. На следующий день у нас сформировался плотный сгусток. Видите, он утонул под слой сыворотки. То есть, такой он там тверденький-тверденький. Вот чем еще удобна наша сыроварня, то, что внутренняя емкость, она вынимается отдельно, как отдельное ведро. То есть, не надо всю сыроварню, весь котел с собой таскать. Друзья, аккуратненько, половнишком, лишнюю сыворотку, чтобы нам было удобно работать со сгустком, сливаем в емкость. С Сент-Мором у нас тут образовалось целое конструкторское бюро. Для того, чтобы наполнить формы, взяли вот так вот, обрезали бутылку. Берем, отламываем по кусочку сгустка. Видите, он такой очень-очень плотный. И отправляем его в формы. Неудобно, конечно, такие маленькие формочки наполнять, но чего не сделаешь ради французского сыра. И вот смотрите, друзья, формочки наполнены. У меня осталось еще примерно половина сгустка. Я уже понимаю, что в три формочки весь сгусток не влезет. Но не спешите его раскладывать очень сильно, потому что он сейчас, после первого наполнения, он осядет примерно наполовину. То есть, видите, я их наполнил полностью. Сейчас оставляем его на 15 минут, и я покажу, насколько он осел. То есть, вначале надо заполнить формочки, но мое мнение сейчас, что на 10 литров молока надо вот таких вот формочек длиной 3 сантиметра, минимум 5 штук. Поэтому часть сыра мы отправим в форму для созревания камамбера. Ну, давайте полчаса подождем и посмотрим, насколько он осел. Ну, вот посмотрите, прошло полчаса. Вот насколько опустился сыр. Соответственно, вооружаемся опять нашим инструментом и дополняем формочки. Эту процедуру проведем... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как неудобно через эту узкую штуку загружать. Эту процедуру проведем еще как минимум один раз. Через полчаса наблюдаем такую же картину. Вот насколько он у нас просел сырок. Опять, друзья, повторяем, так сказать, повторение мать учения. Я уже вот такую штуку еще для консервов сюда мне Лариса дала. Очень неудобно наполнять. Опять наполняем его до верха. Это предпоследний раз. То есть вот сейчас я наполню, постоит еще полчаса. И я думаю, потом еще раз заполню один разочек. И на этом будем переходить к самопрессованию. Ну вот что у нас получилось. Немного не рассчитал я с формами. Получается, видите, три сенмора, еще три заполненные камамберовские формы. Конечно, он камамбера сядет. То есть будет половина формы. Ну, вернее, сендмор в камамберовской форме. Вот. Как я заполнял эти формы? Я тогда сказал, еще один раз дозаполню. Ничего подобного не закончилось этим. Дозаполнял я ее еще четыре раза, чтобы она была полная. Вот каждые полчаса добавлял немножко, сгустка добавлял. И в результате вот наконец-то полчаса простояли, практически не опустились. Вот видно в камеру, не видно. Сейчас наклоню. Где-то на сантиметр опустилось всего. То есть теперь будут нормальные, хорошие сендморы. Дальше, друзья. В сутки наш сыр прессуется. Каждые 4-5 часов берем коврик дренажный и переворачиваем на другую сторону. То есть, чтобы он самопрессовался в обе стороны. Естественно, никаких грузов сюда не помещаем. Ничего, никак его не придавливаем. Исключительно самопрессование в этих формах. Ну, соответственно, у меня этот в камамберовских формах тоже будет самопрессоваться. Также я его переверну раза четыре за сутки. А завтра перейдем к самому интересному этапу в жизни сендмора и в приготовлении сендмора. Итак, друзья, на следующий день наш сыр отпрессовался. Приступим к дальнейшим действиям. Надо быть очень аккуратным, чтобы не разломить головку. Кстати, хотел показать, насколько он отпрессовался. Помните, вчера были полные формы. Вот настолько он просел, то есть где-то 12-13 сантиметров. Берем шпажку. Вообще, в оригинальном рецепте для этого используется ржаная соломинка. Она обеспечивает поступление воздуха вовнутрь сырного тела. Но ржаной соломинки у нас нету. Есть шпажка, которая, кстати, неровно туда попала. Теперь очень аккуратно, чтобы не разломить сырочек, извлекаем его из формы. Он еще достаточно нежный. Вот такая вот у нас штукенция получилась. Приготовим смесь из поваренной соли и золы древесной. Можно использовать древесную золу. В нашем случае, как я говорил, используем дробленый активированный уголь. Все это хорошенько перемешаем. Пропорции соли найдете в описании видео. И теперь начинаем укутывать наш сырок в эту смесь тщательно, чтобы полностью весь его укрыть. Готовый сырок аккуратненько перекладываем на дренажный коврик. Будьте осторожны, потому что сыр реально очень нежный. В первые, так сказать, минуты его жизни. Проведу процедуру еще раз, для того, чтобы вы увидели крупным планом, что я делаю. Протыкаем шпажкой. Что-то она вообще не хочет ровно протыкаться. С другой стороны шпажка вылазит у меня где-то с краю сыра. Аккуратно вытрушиваем сыр из формы, стараясь не сломать его. Готовим смесь из золы и соли. Посоленный сыр начинает сразу же отдавать плаву и на некоторое время становится еще более нежным. Укутываем сырок с боков и потом вот так вот, таким вот методом, покрываем его с торцом. Чтобы он со всех сторон покрылся этой нашей смесью золы. В общем, чтобы у нас не осталось никаких, так сказать, просветов. Чтобы все было черное, как ночь. Отличный результат. Также аккуратненько перекладываем сырок на дренажный коврик. Оставшуюся золу с солью, вот у меня осталось чуть-чуть, я не выбрасывал. Сейчас расскажу почему. В ближайшие два дня наш Сент-Мор требует особого ухода. Оставляем его при комнатной температуре на бамбуковом коврике вот таким вот образом сушиться. Каждые 3-4 часа, ну, хотя бы днем, сыр переворачиваем. По той причине, что сейчас мы его посолили, он начнет отдавать влагу и будет еще проседать. Соответственно, если мы хотим, чтобы он получился цилиндрической формы, а не такой приплюснутой, его надо переворачивать, перекручивать. Если где-то будут открываться участки сыра, то просто подсыпаем вот этой вот оставшейся золой. Итак, друзья, оставляем Сент-Мор на 2 суток сушиться при комнатной температуре. После этого продолжим. Итак, друзья, обсыхал Сент-Мор трое суток, то есть за двое суток он не высох. Ну, вот он полностью обсох. Смотрите, первый день после того, как я его сделал, эту обсыпку, сыр просто тек. С него, ну, настолько сильно он отдавал сыворотку, снизу очень сильно размывало обсыпку. Я его все равно переворачивал по новой, немножко там, где отсыпка отлипала, по новой, так сказать, восстанавливал ее. И вот через трое суток, что мы видим? Высохшие головки. И видите, здесь на торцах уже начала расти плесень. То есть это хороший знак. Очень хорошая у нас культура сейчас получается, хороший поставщик. Друзья, сейчас сразу же крупным планом, прежде чем рассказывать, покажу, как выглядит контейнер для созревания Сент-Мора. Да и в принципе всех сыров, то есть камамбер, бри, вот такие вот сыры, вот так вот готовьте контейнер. На дно влажное полотенце, извиняюсь, сухие бумажное полотенце. Дальше решеточка, то есть используем такие решетки, продаются для кухонных умывальников. Обрезаем его, решеточку ее обрезаем по размерам контейнера более-менее. И она у нас, скажем так, создает там воздушное пространство для проветривания. И дальше бамбуковый коврик. Сейчас я его расправлю уже правильно и расскажу, как сыр должен созревать. Отправляем наш сырок в контейнер, он уже не ломкий, то есть его можно спокойно, спокойно с ним обращаться достаточно. Накрываем крышкой и в камеру для созревания, крышкой для создания более высокой влажности. То есть в камере у нас влажность 80%, в контейнере под крышкой влажность будет порядка 90%. Если вдруг влажность повышается, на стенках образовывается роса, значит эту росу надо бумажным полотенцем вытереть. И точно так же закрываете крышкой. Но если он у вас один в камере, то установите, ну если этот сыр один созревает в камере, установите влажность 85-90%. Температура созревания 10-12 градусов. Каждый день сыр переворачиваем. За неделю, ну вот, то есть видите, он уже начал покрываться, начала расти белая плесень. За неделю сыр полностью со всех сторон покроется толстым слоем белой плесени. Если у вас это не произойдет за неделю, там за 7-8 дней, то есть сигналом к тому, что надо переходить к следующему этапу, будет то, что сыр покрылся плотной шапочкой, вернее плотной шубкой, пушистая такая будет красивая белая плесень. После этого заворачиваете каждый сырок в отдельности в бумагу для сыров плесенью и отправляете на третью стадию, ну или на вторую стадию созревания, то есть если обсушку не считать, на вторую стадию созревания в холодильник. То есть температура 4-6 градусов, температура обычного холодильника на 2 недели. Вот по прошествии этих двух недель, второго этапа созревания в бумаге, сыр у нас будет готов. Мы, естественно, снимем на этот счет отдельную дегустацию, покажем вам, какой он в разрезе, но мы пойдем дальше. Один сентмор мы продегустируем через 2 недели, а один оставим еще на месяц, на дозревание. Он должен через месяц еще после того, как он созреет, он должен размягчиться, изменить немножко вкусовые качества и изменить структуру. В общем, все вот эти вот моменты, все эти нюансы смотрите в следующем видео. Будет отдельное видео дегустация сентморов, 2 дегустации в одном видео, естественно, будет, я их уже дробить, конечно же, не буду. Ну, что еще хочу сказать, достаточно простой в изготовлении сыр, на вкус, ну, может там на балансье чем-то будет похож, у меня есть такие предположения. Но в любом случае, предполагаю, что будет сливочно-ореховый вкус, что сыр будет очень вкусный. Вообще, я такие сыры очень люблю, и вот особенно мне нравятся сыры, которые вызревают в зале. Ничем он не отличается, как бы, от обычных сыров, от подобных сыров, вернее, кроме своей необычной формы. Ну, плюс еще палочка, то, что эта палочка как-то там, когда мы прокалывали, туда какой-то доступ кислорода, но вот она сейчас ослабла. То есть, если она была, скажем так, очень плотненько так, то сейчас вокруг палочки есть небольшая прослойка, то есть сыр ужался, небольшая прослойка воздуха, туда будет поступать воздух и как-то изменит процессы созревания. Ну, в общем и целом, все это мы увидим уже в видео о дегустации. И сейчас, друзья, с удовольствием вам представляем рецепт сыра Сент-Мор. Еще раз делаю акцент на очень качественных ингредиентах от интернет-магазина сырок.com.ua. Потому что такого, чтобы... Ну, мы недавно, где-то месяца три только пользуемся именно этим интернет-магазином, и я его сейчас неустанно начинаю вам рекомендовать. Третий день отлично растет плесень на сыре. Если помните, у нас получился еще дополнительный сыр, который мы не укутывали, просто шайбочки мы готовили. Вот на нем в процессе обсушки уже появилась хорошая такая шубка плесени. То есть мы его когда ставили, а это было вчера, ставили в камеру для созревания, он уже был в шубке из плесени. Поэтому ингредиенты очень качественные. Я вам скажу более того. У нас сейчас созревает эмменталь. Видео вы уже по поводу приготовления, наверное, видели. Скоро тоже будет дегуста... Ну, как скоро? После Сент-Мора, естественно, созревать он будет больше. После Сент-Мора будет дегустация. Так вот, этот эмменталь сейчас на стадии теплого созревания, он реально раздувается. То есть он хорошо раздувается. Опять же таки, думаю, практически уверен, что благодаря хорошим, качественным пропионовым бактериям от интернет-магазина Сорок.com.ua. Друзья, делайте Сент-Мор, у вас все получится. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и ставьте дизлайки, если считаете, что вы дизлайк заслужили. Я не против. Пишите комментарии, так сказать, дегустацию через месяц я опубликую. Друзья, спасибо за внимание, что я заболтался, много, наверное, говорю. Сейчас опять будете писать, что вот ты трипологией занимаешься. Ну, люблю я трипологию. Трипологию, простите уж меня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.